С Верой в спорт Да, конечно, спасибо большое Расскажите, пожалуйста, про универсиаду Вы впервые участвовали Да, я впервые участвовал Вообще хоккей с мячом Впервые был представлен На таком масштабе На зимней универсиаде Все это благодаря, наверное, тому, что Универсиад проводился в Красноярске В таком хоккейном городе Ну и, соответственно, наш вид спорта Включили Я думаю, не зря Вы считаете, что именно из-за того, что в России В Красноярске проводится Именно поэтому хоккей с мячом Я думаю, это был, да, такой толчок К тому, чтобы Заявить этот вид спорта И чтобы он там зацепился, да, уже в программе Потому что очень долго Пытаются продвинуть В Олимпиаду, но Никак не получается Ну это очередная ступень Да, это небольшой широк Расскажите, пожалуйста, про мероприятия Вообще уровень Насколько победу в универсиаде Сейчас важна для Первый хоккей с мячом И второй хоккей с мячом В Кирове Ну, само это событие Я думаю Для хоккея с мячом Как бы играет большую роль А в Кирове Может оно особо и не Такое Не так значится Ну как вы же резидент Получается победитель Золотой медалист То есть на ваших плечах Сейчас будет зиждеться Весь хоккей с мячом Города Кирова Нет, мне кажется Артем скромничает Есть более Такие мастероведы И знаменитые люди В нашем виде спорта Которым Наверное Нужно отдать должное Безусловно Да, их опыт Это очень важно Для команды И для развития хоккей с мячом В Кирове Но вы же молодая кровь Вы же энергия Да В ваших силах Сделать все возможное Давайте об этом Еще попозже поговорим Да, вернемся к универсиаде Команда В которой вы играли Как она собиралась Что это за ребята Напомним, что универсиады Проводятся среди На студенчестве Молодежи, да? Вообще команда Там Возрастная категория От 18 до 24 До 25 лет Ребята Собраны По сути Из Команд Суперлиги Соответственно Студенты Которые На данный момент Обучаются В высших учебных Заведениях Вот В принципе Все Ребята Почти что Старше меня Опытней Да, вам сейчас 20 Да, мне 20 лет Сейчас Вот Как бы Собирались Я думаю Тренерский штаб Выбирал Тех Кто Им нужен Кому Они Давали Как бы Такой Давали шанс То есть Вашу игру Заметили И вас Пригласили Были какие-то Еще смотрины Специальные Испытания Для участия В универсиаде Нет Не было Как бы Сразу Был окончательный Список Опубликован Мы приехали За три дня До начала С самой Универсиады Там провели Несколько тренировок И Ну вот Уже вышли На первую группу Кто были Вашими соперниками Соперники Сборная Швеции Финляндии Норвегии Казахстана Ну Всего пять команд Представлено Но Тем не менее Ну вы как Дважды чемпион мира Среди юниоров Наверняка Уже С такими Мастодонтами Да И с такими Странами Представителями Таких стран Встречались Ну в принципе Это у нас Стандартный Такой базовый Набор команд Участниц Которые представляют На чемпионате мира То есть По всем возрастам Именно эти команды К сожалению Пока их мало Но Я думаю Дальше будет больше В других странах Тоже Начнут развивать Хоккей С мячом И Найдут Тоже Начнут принимать Частье В чемпионатах мира И В других Подобных событиях Артем Вот вы говорите Надеюсь Что хоккей С мячом Будет развиваться А что такого В этом спорте Что вас так заражает Что вас привело В этот спорт И почему вы хотите Чтобы он так активно Развивался Ну что меня Привел В этот спорт Ну в смысле Привел меня друг Именно Позвал на тренировку Как-то мне Сразу понравилось Сколько вам было лет Мне было 9 лет Третий класс Вот Понравилось Как-то зацепило Ну и игры Основной команды Взрослой Тоже как бы Посещал Почти что все Старался Нравилась атмосфера На стадионе Когда Просто нет Свободного места В это время Огромное количество Болельщиков Было Да Просто Люди На заборах Некоторые сидели И На трибунах Правда Яблоку некуда было упасть Но это было здесь В Кирове Да Это Вот буквально Может 5 лет назад Еще такое было Сейчас К сожалению И мы не такие результаты Показываем Которые Нужные зрителям И Может Вообще Интерес Так Потихоньку К спорту У нас В Кирове Угасает По моим наблюдениям Напротив Ну Вот в этой студии Помимо вас Очень много Разных людей Было И спортсменов И тренеров И администрация Города Киров Да Министра спорта Была То есть Все говорят И зрители Тоже были Болельщики были Все говорят о том Что все больше и больше Спортивных событий Происходит Все больше и больше Людей Вовлекается В это все Ну возможно Ну так как На нас сейчас Ходят смотреть Я думаю Ну как бы Во-первых Спасибо болельщикам Которые приходят На нас смотреть Все таки основной Костяк аудитории Что у вас есть Верные болельщики Которые ходят на стадион И всегда поддерживают Переживают Верят Извините Не смотря ни на что Ну к сожалению Пока так Почему все таки Хоккей с мячом Ну вот У вас Он тогда Зацепил Когда вы пришли На тренировку Да С другом Как вы сказали Ну да Так и продолжал Ходят Что такого в нем Что вот вы полюбили Так на всю жизнь Да я даже не знаю Ну как бы Просто Просто понравилось Вот с детства И так дальше Там Тренер Которому Хотелось ходить И ребята В команде Очень Все хорошие С которыми До сих пор общаемся Ну и которые Сами развились В хороших хоккеистов Так что Что еще зацепило Даже не знаю То есть Подрезюмирую По мнению Артема Катаева Да Основное Что вовлекает в спорт Даже наверное Любой Не только хоккей с мячом Это первое Эмоции Да То что вы говорите Что видели Огромное количество людей На трибунах Как они переживали Как они поддерживали команды Вот И именно из-за этого Как бы хотелось Чего-то сразу Чего-то достичь В этом виде спорта Да Чтобы вас так поддерживали Чтобы их порадовались Да Чтобы уже на месте Тех людей На которых приходит Весь стадион Играли мы Я Соответственно То есть вот Играли Выигрывали И показывали Да Что вот эта любовь Это признание Оно Не безосновательно Как минимум Да Ну вот сейчас Я думаю Что мы к этому И пойдем Так что всех призываем Сейчас уже сезон Закончился Я так понимаю Начинается сезон В октябре В октябре В октябре Поэтому еще раз Обязательно встретимся По поводу команды Родина Потому что на самом деле Ребята Ребята стараются Да Вот Артем пришел Золотая медаль Универсиады Дважды чемпион мира Понятно Что на этом человеке Ну хотя бы На эту игру Можно посмотреть Да Поэтому еще ближе К делу Мы с вами Обязательно Артем встретимся И поговорим Возвращаясь К вопросу Хоккей с мячом В 9 лет Вы пришли В хоккей с мячом С чего начинались Ваши тренировки Как вы готовились К играм Да и детская команда Наверное Какая-то была Тогда уже Да Детская команда Была Тренировки Первые Наверное Полтора года Мы особо Никуда не ездили Тренировались В Кирове Еще наверное На стадионе Искош Открытая площадка Да У нас тоже Вот Потом Начались Первые Турниры Соревнования Хорошо Тоже помним Все Все эти игры Ну и Постепенно Чемпионаты России Затем По нашему Возрасту С одной Командой Мы Получается Прошли Путь Вот 8 лет Каждый год Какие-то Турниры И Вот То есть Где-то С 11 лет Вы Выезжаете На Соревнования Какие-то Да Помните Своих первых Соперников Помните Свою первую Выездную Игру Прям Первую Может и не Помню Ну как Это все Начиналось По крайней мере Одну из первых Возможно Мы Уезжали В Ульяновск Ну Димитровград То есть Там Недалеко 50 км Там Турнир Плетеный мяч Не знаю Какой возраст Точно не могу сказать Год Может 2009 Вообще Это Обстановка Такая В которой Первый раз Побывал То есть Уехал В таком Раннем возрасте Без родителей С командой С тренером На две недели От родителей Да Жили Все вместе С ребятами Как бы Вот Это запоминается И Ну А сами Играм Вроде Заняли Третье место Тогда То есть Уже Неплохо Да Уже И В этом На этом турнире Были ребята Постарше Там 97 год Мы 98 Вот Своей командой Заняли Третье место Вот Первая медаль И В этом Ну В хоккей с мячом Наверняка Вы тогда чувствовали Такое вдохновение Вдохновение Что нас дальше Больше завоевывать Больше побеждать Да Чувствовалось Когда вы Поняли Вот Насколько я Чувствую Вижу сейчас Что вы решили Уже Хоккей с мячом Что это ваше Все И вы дальше Пойдете С командой Надеюсь С командой По крайней мере С хоккеем И с мячом Да Да Я думаю Это сейчас Выбор Мой Номер один В жизни И приоритеты Только Туда направлены В принципе Все Все время Все мысли Все эмоции Давайте сравним Начнем с того Как сейчас происходит Тренировочный процесс Команды Родина Как строятся Тренировки Как часто Вы играете Как часто Встречаетесь Ну По ходу По ходу Сезона В принципе У нас Там Тренировки По сути Каждый день Ну В соответствии Там Например Игры через три дня Два дня Тренироваемся Игра Там Снова два дня Тренироваемся Игра На выезде То же самое А Предсезонная Подготовка Зачастую Сборы Какие-нибудь Возможные Или Когда Зальют Лед Перед сезоном Тоже Каждый день Тренироваться Потому что Надо Вкатываться И Как бы Набирать Форму В плане Отпуска У нас Сейчас Распустили До Первого Апреля Затем Начинаются То есть Месяц у вас Отдых Чуть поменьше Сегодняшнего дня Десять дней Десять дней Хороший отпуск Это в году Да Обалдеть Нет Еще Может Будет В июне Если повезет В июне Бывает Постоянно Целый месяц А так Мы с первого Апреля Должны Начать Тренироваться Как бы Усиленно Это каждый год Такая система Да Что с первого Апреля То есть Десять дней Отпуска Ну Не десять Как бы Это в зависимости Там Когда растает Лед Вот Или Там Как команда Проведет Сезон Потому что У нас Еще По сути Сам Чемпионат России Не закончен С третьего часа Начинается Только финальная серия То есть Если бы Вышли в финал Еще бы Пахали До самого Первого Апреля А потом Снова На работу Ну Если честно Да До финала Нам в этом Все недалеко Было Вот Сейчас Играет Хабаровск Москвой И для них Сезон Закончится Только Под первого Апреля И потом Они тоже Сразу Выходят На тренировки Да Они-то Наверное Нет Ну Как победители Да Победители Не судят Ну да А у нас Пока так А то Что у вас Начнется С первого Апреля То есть Без льда Вы будете Тренироваться Возможно Будет Лед Искусственный Ну в коробке Там Или На крытом Или Союз Да Ну как бы Это в принципе Стандартная процедура В тех городах В которых нет Большой Крытой арены Под хоккейсмичем Многие команды Катаются В коробках И То есть Ну лед Он везде лед По сути Нужно Накатывать То есть Для вас По сути Разницы нет Под открытым Небо Заниматься Либо Под куполом Ну Если сравнивать Как бы Например Те города Которых сейчас Построены дворцы И Открытое небо То Конечно Условия Вкрытой арене Просто идеальные Не Не зависит От погодных условий Допустим Игра Где снег Может выпустить Там Может Несколько сантиметров Или Шквалистый ветер Тождь Бывает Лед Круглый год Держится В планете Конечно здорово Ну На своем Ну На нашем стадионе Под открытым небом Тоже есть какая-то Что-то особенное Ну Получается Если Хоккей с мячом Тренируется Под открытым небом В подобных климатических условиях Хоккей Обычный На коробках Закрытых Да То получается Именно хоккей с мячом У спорт настоящих мужчин Потому что Именно здесь Они сталкиваются С лицом к лицу С непогодой С бурей Со снегом Ну да Я думаю Хоккейстам Которые Всю жизнь Уже наверное Начиная с детства Проводят В закрытых ренах В коробках В тепличных условиях Да простят мне хоккеисты Не почувствовать Что такое Играть там В минус 30 Или В снег В этот же Там Как бы Это Тоже Да Но бывало Хоккеисты Конечно же Те кто Начинали свой путь Начинали тренировки И сейчас наверное Продолжают Тоже на открытых катках Они тоже Понимают всю Соль Зимних видов спорта Будем так говорить Соответственно Взвращаясь к опросу Летом У вас Либо крытый каток Либо какие-то ОФП Да У вас наверное будет Сила Силовые тренировки В основном Может игровые Бывают Там В зале Волейбол Футбол Как бы Вот По такому плану Если я правильно понимаю Вот спорт Как ваша работа То ваш рабочий день Прийти на работу И ваша работа Это тренироваться И прокачивать себя Чтобы к сезону Показать результат Ну По сути да Ну Остальное уже Зависит От того Как ты Покажешь себя на играх Какой результат Ты принадлежишь Команде Можно Круглосутки Тренироваться Но Выйти на игру И Толком И результат толком Не показать Да Или наоборот Помимо физической подготовки О которой мы сейчас говорили От чего еще Зависит успех в игре Успех команды Ну Да Конечно Физика Определяет роль От Мастеровитости От Игроков Может Какого-то Эмоционального Состояния То И вообще Как Как Будет Складываться Игра Для вас Лично Что является Важнейшим Фактором Хорошей Игры Да То есть Что позволяло Вам побеждать Вот Звоевывать Золото Дважды на чемпионатах Мира И вот здесь Универсиаде Я думаю Какая-то Ответственность Настрой И Уверенность Может В своих силах То есть В этих условиях Вы знали Что за вами Родина Что вы За всю страну Здесь отвечаете Это придавало Уверенности Энергии Такого импульса Да Большого Да Это на самом деле Да Очень важно Болельщики Как реагировали Болельщики Вообще На универсиаде Да Очень приятно Было Что на каждую игру Собирался Полный стадион Просто Практически Не было Пустых мест Все Переживали Очень Такой Ну Поддержка Шумно Очень была Ну В плане Это хороша И Это очень чувствуется Придет Положительных эмоций Куча Как всегда Гонит вперед Тоже Важно Очень Ну И в родных стенах Ну Помимо того Что Вы чувствуете Ответственность За страну У вас ведь Еще ответственность За ворота Самое Самое Так главное Да Последний рубеж Последний рубеж На самом деле Да Что за вами Все Все А почему Вы выбрали Именно И вы Выбирали Становиться Вратарем Или играть В более Скажем так Активных Позициях Как это Происходило Если честно Вот это С первой тренировки И началось То что я Пришел В команду Которая уже Там Ребят Давно Может год Два Катались Я как новичок Там не было Вратареалу Мы парней Решили попробовать Там Сразу Дали форму Ну и Это стало Как бы Понравилось И не хотел Просто понравилось И дальше Хотел этим заниматься И на протяжении Несколько лет Вот вы Именно Работаете Над собой Как именно Над вратарем Да И дальше Намеренно Так поступать Конечно А верно ли Суждение О том Что вратарь В команде Самая ответственная Должность Самая ответственная роль Возможно Да Согласен Потому что Ну как говорится Как говорится Что там Возможно Ошибку нападающего Справит полузащитник Ошибку полузащитника Защитника Соответственно Ошибку защитника Вы справитесь Ошибки всех Всех команд Ошибку вратаря Никто не исправит Потому что Вот Самая ответственная Да Это ответственность И У вас есть кто-то на смену в команде? Да, конечно. Во всех командах обычно на игру выходят два вратаря, а зачастую тренируются, ну и вообще при команде три даже. Насколько отличается тренировочный процесс у игроков, которые вот на поле непосредственно, от вратарей? Ну, у нас, в принципе, такой слитный процесс, где в тренировке наша задача чаще в воротах отбивать, участвовать в упражнениях, возможно. То есть мы всегда, по сути... Всегда в воротах рабочее место в створе. Да, и на игровых тренировках, на играх все в воротах. Расскажите, пожалуйста, отличие подготовок, тренировок, проведения тренировок, интенсивности их, вот тех, что здесь в Кирове в команде Родина проводится, от чемпионата мира и от универсиады. Да, в принципе, на универсиаде у нас было три, возможно, таких тренировочных занятия, которые были... То есть вас привезли за три дня, до этого вы с командой не общались? Нет, со многими я познакомился впервые, многих их знал, примерно пополам. Знали, то есть где-то, может быть, даже поигрывали с ними, да, уже? Да, ну, со всеми, в принципе, мы пересекались на поле в течение сезона, но с некоторыми как бы я лично знаком был, а с некоторыми только вот познакомился. Вот. А то, что за три дня, да, собрали, и тренировки, по сути, были такие втягивающие, вкатывающие, не было особо каких-то сверхзаданий. А здесь уже, в Кирове, это более планомерная работа, есть время, чтобы там на одной тренировке наиграть, там, что-то одно на другой, дать другие упражнения или поработать над чем-то. То есть, ну, все равно, тренировки. Более упорные такие, да, на результаты. Да, упорные, и длительность, то есть, есть время, вообще. Ну, фиксация времени, да, и что нужно достичь конкретного результата, если я правильно понимаю. Да, все в комплексе. Вот объясните мне, пожалуйста, Артем, как же так получается, что впервые хоккей с мячом представлены в университете, впервые ребята в команде увидели друг друга за три дня до игры, причем вы говорите, что эти три дня были, ну, такие тренировочки, как бы, покататься там, и все. А как же тогда золото-то появилось у вас? Откуда это все? В принципе, многие уже почти что всю жизнь в хоккее из этих ребят, и те навыки, которые они получили за свою жизнь, это все применяется, и каждый, в принципе, знает, что ему делать на поле. Ну, для ваших соперников такая же история. Возможно. Вот. Так что, я думаю, было, ну, с одной стороны, сложно тренерам найти общее, но это удалось, делать из команды единое целое. Все быстро очень познакомились, дружились. Атмосфера просто шикарная. И вот. Так все получилось. Пришли, увидели, победили, так называется. Можно сказать, да. Так и есть. Давайте дальше пойдем. Универсиаду одолели. Каков дальнейший ваш путь спортивный? Как вы его видите? Как вы его себе рисуете? Дальше. Ну, не нужно на этом останавливаться. Нужно дальше совершенствоваться, тренироваться и достигать чего-то большего. Вообще ставить уже задачи более высокие и соответствовать уровню, который мы уже возложили. Давайте поясним. Более высокие задачи ставить, это какие? То есть, какие задачи перед вами стояли вот в сезоне прошедшем и какие на будущий сезон себе ставить? В этом сезоне, естественно, да, как мечта была, как цель попасть на универсиаду, выиграть. Попасть, ну, получается, что вы ведь на это только своей игрой качественно могли повлиять, да, чтобы вас заметили, вас пригласили. Ну, по сути, наверное, да. Я думаю, что так тренера решили, пригласили. А дальнейшая задача, это может, ну, как вообще у всех, я думаю, спортсменов и хоккеистов, не хоккеистов, есть, там, только первое место, первое место в чемпионате России, там, в Кубке России, в чемпионатах мира и вообще везде, вовсе только победы. Ну, это, конечно, цели хорошие, но это вот, по моему субъективному мнению, на данный момент это из ряда фантазий. То есть не на будущий год, скорее всего. Ну, просто, как бы, если об этом не мечтать, то, возможно, этого и не будет. Это да, это согласно абсолютно. Вы прорабатываете ли с командой, с тренером какой-то план, да, как вы именно будете достигать этих высот, этих достижений вершин? Больше, да, руководство, которое, там, делать, ну, политика, клубы, да, тренера, все принимают решение, там, кого позвать в команду, как сыграть определенную игру, как строиться к сопернику. Наша задача выходить и выигрывать. Они как-то до вас доносят свои планы, свое видение? Да, конечно, общаемся всегда, все объясняют, рассказывают, по сути, все, нет секретов ни у кого. И то, что в команде происходит, я думаю, как-то общее всегда. Вы уже обсуждали с тренерским составом, с руководством клуба планы на 19-й год, ну, то есть вот на будущий сезон? Я думаю, эти планы еще только строятся, и вот как раз сейчас самое время для того, чтобы их построить и реализовать, потому что нужно провести, наверное, такую планомерную подготовку и уже приглашать или переподписывать там ребят, у которых закончились контракты, или приглашать еще кого-то для формирования команды. То есть по вашему субъективному, опять-таки, мнению, чтобы команде изменить ситуацию текущую, да, с уровнем в турнирной таблице, нужно главным образом приглашать новых игроков, да, более опытных, более титулованных? Ну, это один из способов, я думаю, решения нашей проблемы, потому что это, да, в этом многие команды находят выход, чтобы собрать каких-то, не сказать, звезд, но чтобы достичь целей, многие прибегают... Только мотивов таких, да? К тому, да, чтобы пригласить все-таки кого-то, так как, ну и, конечно, своих воспитанников, молодежь, никто про них не забывает, все только за, чтобы они развивались и играли в команде. Может, просто пока не хватает опыта и, возможно, приглашает как раз-таки более опытных игроков, которые донесут свой опыт молодым. Да, передадут. А что сейчас делает клуб для того, чтобы развивать молодых игроков? Ну, я думаю, в первую очередь развитие молодых у нас заключается в том, что многие, ну, из нас, как себя тоже могут отнести к молодым, играют уже в Суперлине в таком возрасте. Мало кому это удается. Может, ну, не говорю, что это наша заслуга, но с течением обстоятельств сложились так, что мы играем, и там ребята 17-18 лет тоже в основном в составе у нас выходят, как бы... Это достижение клуба или ваше личное достижение? Я не могу на это ответить пока. Может, в совокупности. То есть клуб сделал вас таким, какой вы сейчас есть? Да, со школы, ну, со спортивной школы, в принципе. У нас очень хороший тренерско-преподавательский состав, как бы много воспитанников своих. Каждый год есть подпитка к команде молодежной, к команде Суперлиги. Ну, и вообще, Кировская школа, она такая одна из... Многие отмечают, что она одна из не сильнейших, но лучших. Вот. В этом плане. Ну, по крайней мере, была. По крайней мере, была. Горошее значение. Да и сейчас тоже, я думаю. Думаю, все хорошо. Ну, в принципе, ребята занимают призовые места на чемпионатах России. И, как бы, у многих, ну, многие, я думаю, состоятся как хоккеисты. Призовые места хорошо, вы приехали с медалями замечательно. Почему же тогда так получается, сейчас все как получается? Ваше личное мнение? Ну, это, может, проблемы, которые накапливались за несколькими годами, такие, как финансирование, может... То есть из-за зарплаты или из-за материального обеспечения команды? То есть оборудования? Что нужно сделать? Да, у нас, можно так сказать, многого нет. Ну, чего, например? Врача, например. Врач, массажист, наверное, тоже нужен, да? Да, возможно, которая... Это будет восстановление, то есть гораздо быстрее происходить у игроков, там, какие-то мелкие травмы, может, подскажут массажист. То есть эти люди нужны, как минимум, команде. У других команд они есть, то есть с кем вы соревнуетесь, они есть. Да, есть у всех. Ну, не знаю, я не понимаю, что сложно его закрепить за командой ответственного, прошедшего там курс, какие-то спортивного врача. То есть это тот же врач, только с какими-то дополнительными знаниями. Правильно я понимаю? Ну, да, спортивный врач, который, как бы, больше разбирается, может, чуть в спортивных травмах, чем в обычных. Пункт первый, для того, чтобы... Не, серьезно сейчас, на самом деле. Ну, интересно услышать ваше мнение, потому что, насколько я понимаю, ситуацию, что руководители клуба, тренеры, администрации доносят это все до власти имущих, да, и, соответственно, они там между собой что-то решают. А вот игроков, интересно, слушают или нет в этом случае? Да, в принципе, это такая проблема, которая всем ясна, и... Ну, она все-таки общая, да. А давно нет врача? Ну, вот в этом сезоне не было. В этом сезоне? А до этого был, да? Да. Помимо врача, какие еще моменты, особенно важные, вы считаете, что лучше всего изменить, чтобы результат был виден? Важный момент, ну, предсезонной подготовки не было в течение, наверное, двух лет такой хороший и запланированный. Нас в этом году собрали буквально за месяц до начала чемпионата. То есть в сентябре где-то, да, в октябре? Ну, да. А до этого что было? То есть вот летом чем занимался? Законившийся предыдущий сезон. В марте. В марте, да. Там еще чуть-чуть покатались, так же вот, может, до этого покалетно растаял. Затем... Ну, какого контракта закончились, ну, в бассейн еще ходили. Многие молодые тренировались с первой лигой летом. Кто-то самостоятельно поддерживал форму. Вот. Затем... Затем вот только официально, можно так сказать, нас собрали в этих числах осенью. В этом же году сбор официальный произойдет в апреле уже. Да, вот с апреля, я думаю, начнется такая уже подготовка к следующему сезону. То есть задолго он начнется? Да, тоже. Она, надеемся, будет основательной, да? Много зависит, да. Ну, что на этом, на этой положительной ноте мы сегодняшнюю программу закончим. Поговорили мы, успели о многом. Очень важно, что мы вышли на историю с Родиной, да, от истории успешной, замечательной истории успеха на универсиаде, которая случилась с Артемом Катаевым. Да, это золото, завоеванное честным трудом, в упорной борьбе с опытными командами, с яркими командами из других стран. И очень хочется, чтобы этот талант, который у Артема есть, Артем не скромничайте, чтобы этот талант, на самом деле, поддерживался и развивался здесь, в Кирове. Вот очень рада слышать, что у вас нет каких-то пожеланий покинуть команду, очень хочется, чтобы вы в ней оставались и развивались. Я желаю вам всяческих успехов, чтобы этот сезон, грядущий сезон у Родины, все равно мы сейчас с вами об этом поговорим в будущих эфирах, чтобы он прошел, на самом деле, успешно. Спасибо. И был таким вот очередным шажком, да, на пути будущих успехов. Спасибо. Сегодня был Артем Катаев в студиях Москвы, вратарь хоккейного клуба Родина, победитель зимней универсиады 2019 года и двукратный чемпион, да, двукратный победитель чемпионата мира по хоккею с мячом среди юниоров. Артем, спасибо большое, что пришли. Спасибо. Очень интересно было побеседовать. Успехов вам. До свидания. До свидания. С верой в спорт.